итак доброе утро ребята день 3 все на ногах кто остался вон илюшка лечит голову арбузом пацаны желудки свои поправляют только проснулись ну кто чем занимается кто-то лечится кто-то завтракает а михалыч вон михалыч вон работает работает чистит машинку иначе сейчас грязь застынет он ее нет не сдвинет с места михалыч что скажешь как доехал при нового до кое-как да под застряли немножко частности михалыч илюха приехал позже и у него даже это протекторы ребят не забился так что мы сейчас вот отправляемся на тот шурф где я поднял последнюю трешку 24 именно там где был челлендж сереж ты чо ёшкин кот ребята илюха сдался ушел в лагерь серёга вам почему-то опрокинулся да ребята где был челлендж пивко за совет и водочку за царя в общем ребята до челленджа до конца никто практически не дожил блин всю историю рассказывать не будем но по вот ну поржали поржали мы вчера здорово так что не обессудьте не пропаганда выбивать это зло курить тоже ну ребят отдых стресс мужской надо как-то снимать и мы снимаем именно на копах отдыхаем вот таким вот образом так что ладно погнали дальше бомбить царский шов ребят 1 сегодня утренняя находка у михалыча у тебя тоже вот на да ладно смотрите какая красивая ребят это вторая гренада с этого фундамента в офигенная красивая чё там михалыч пломба да михалыча пломба еще смотрите какая гренадка ребят смотрите да кстати если вдруг у вас попадается на копе незнакомая пуговка и вы хотите определить датировать ее то я вам рекомендую вот сюда группа вк где вам всегда помогут ссылка под этим видео в описании ребят смотрите еще огонь и пломба маленькая пломбочка че написано а фиг ее знает с буковкой я царская нормально вот с этого небольшого гробика две находки михалыч вот этот смотри на все делал шурфит хочет как-то смещены блядь дома серега еще никак не подойдет ребят михалыч соседнего шурфа камушками оставил вот смотрите что-то толстенькая толстенькая это у нас это у нас ребят лиза полно великой екатерина лиза елизавета не не катя и еще древней елизавета сохран хорош итак ребят фундамент выдохся здесь уже видите на штык лопаты саман саманный дом был глина и потом чернозем то есть дом осел обрушился и смысла больше копать нет и последний наход который я сделал это нас крестик лепесток женский на обратной стороне молитва честному кресту я пойдем к михалыча у нее там находки выскакивать нет нет а вы куда пошли голод ходячие идем дальше так ребят перешел я на фундамент михалыча здесь работать сзади он младший санька нашел вот такую ребята бутылочку написано заяву вот отделение наверное чего-то и вот здесь вот смотрите бутылка вакана пивоваренный завод вакана сама рыбаку вообще классная жалко разбиты это время ребят после царского потому что букв ять нету каком году у нас буковку ять отменили пишем в комментарии ребят у санька супер находка супер находка это у нас одна вторая копейки 1897 год николай второй зачет солнце у вас на находку с охранным бодрой ребят стоит показать вам как бы были еще монетки но это монеты как бы среднего размера 20 копеек тридцать первый год ну сохран бодрый не зализанный хороший копаем на этом фунде вчера диман отыскал свисток и михалыч вчера мечтал тоже хочу такой и михалыч нашел лучше лучше чем димановский он больше размером чистый тяжелый вообще смотришь какая офигенный михалыч ништяк все посвистим у него а в руках у меня предположительно свисток полицая почему предположительно об этом чуть позже еще при его не грозном началась развиваться полиция и лишь при петре первом появилась регулярная полиция в 1715 году первые свистки появились в конце девятнадцатого века трудно представить себе городового без свистка он крепился к правой стороне мундира и имел длинную металлическую цепочку с помощью предположительно свистка блюститель порядка мог вызвать подкрепление и призвать к спокойствию разбуянивших граждан ну и давайте вернемся к моей фразе предположительно такие свистки также имели солдаты русско-имперской армии свисток сухопутных войсках употреблялся для подачи сигналов в цепи сверх того его полагалось иметь часовому на посту на военных судах наиболее употребительные приказы команде передавали свистками свистки стандартно еще с 19 века входили в полевое снаряжение офицеров и унтер офицеров рия и затем ркк вплоть до 1940 года для них были специальные кармашки на портупее либо на полевой форме вот теперь стоит только догадываться кто же владелец этого свистка но главное в этом шурфе будет еще найден такой же свисток а вот так выглядит наш свисток после чистки достаточно хороший интересный сохранщик не правда ли ну а сейчас давайте посмотрим сколько стоят такие свистки зайдем на аукционы и посмотрим средняя цена составляет 1000 рублей но некоторые экземпляры достигают и семей так что наша находка не просто интересное в историческом плане но и дорогая а у вас есть предположение чай этот свисток пишите в комментарии свое мнение ребят почистил свисточек и он так свистит сейчас михалыч вам продемонстрирует вот так вот сотрудники полиции раньше свистеть не оглохли ребят классно чекла ну что ребят хочу похвастаться еще одной находкой и это у нас монета пока что звонится не знаю это снова двадцатка тридцать третий год ну сохран пойдет что-то советики пошли совету совету так ребята очередной камушек для меня приготовил михалыч у него на этот раз фишер давайте посмотрим опять здесь вот монетка ребят у она что-то обернута тряпочкой тряпочку снимаешь там классные красивые год 1901 этот бодрый монета он приводит не бодрый мод она здесь немножко есть ли тряпочки не был немножко зачетно тряпочки может это на здоровье замаливали закидывал так но у меня железяка выскочила интересно и железяк это светит ребят светит кто не знает из молодого поколения что это это у нас ребята свет раньше освещали хаты именно при помощи такой вот штуки сюда вставлялась получина кто не знает что это получено это палочка тоненькая которая горела а это вставлялась вбивалась острием в дерево хотя информация вам тоже приложу исторический факт ладно коп у нас наверное потихоньку подходит к завершению серега все сдался говорит больше не могу но у нас пока серенок хватает третий день копаем третий день и так ребят люха удаляется с этого шума находка у него была вот такая вот херня какая-то я в руки взял и видите да это ребята от колокольчика нижняя часть вот здесь вот у нас нарисовано цветочек а вот здесь в верхней части должен быть орел печалька большой был чё михалыч мы еще будем долго я думаю надо уже тоже заканчивать сейчас вы уже увидите за собой прикапываем ребят на пассажок на пассажок вот такая зелененькая выбросил михалыч копеечка вот 1900 красивый год а я таких красивые ребята за запилы прям красота смотрите я я красиво кстати мы вчера от копали монету не знаю снимал нет запилы были вот с этой страны ошибочно что ли запилили это игровая монета игра орлянка на пассажок ребята на пассажок наверно сейчас я идем на обзор итак ребят пришло время с вами прощаться закругляться и отправляться в путь дорогу в лагерь мы прибрали относительно мусор сожгли кое-что придется с собой забрать по находкам неплохо не то что получилось скопали три дня и две ночи пацаны отдохнули тоже хорошо вон виновникỡ на торжества михалыч остался люфт остался но и их ни и дети места красиво и жалко что мы о нем летом не знали а то были этом здесь может быть и зависали покопал искупался по находкам неплохо не дурно сейчас я эти находки не почему шрек вода она думаю это здесь нормальным бывает ну мы про воду ребята здесь вода водохранилище и здесь знаете деревня как в начале вступления делал исчезла до 50-х годов точную дату я не знаю но фактом что здесь мусора вообще да пацаны мусора здесь вообще не был крышек водочных нет пивных нету проволоки нету если на фунде сигнал то 80 процентах эта монета и принципе несколько фундаментов реально выстрелили ребят вот эти находки с одного практически фундамента именно цари советики были на другом фунде кино этом редкость была интересно то что фундамент оказался не совсем простой было откопано два вот таких свистка один вчера один сегодня это раз потом было найдено вот такой вот это от ножен на ребята от сабли причем здесь вот смотрите мы не обращали внимание что-то набита бы вниз руками буковка п и чё то ну в общем это от нужно вот сюда вот вставлялась сама шашка то есть это можно предположить что это возможно был полицай или что-то в этом роде потому что два свистка мы нашли на этом фундаменте плюс на этом фундаменте нашли две вот таких вот гренадки это вот михал сегодня гренаду откопал хорошим и вчера и вчера диман нашел затем также на этом фундаменте были пуговки пуговки в принципе вот такие вот орляночки видите да орлянка ну стандарт и это же орлянка в белом металле с этой стороны вам пошкребыкал вроде как ничего такого напыления нету чистый металл может быть серебро чистка покажет так ну что здесь ведь его не знаю посмотрим наперсток целый крестик это все что из шмурдячка вот такой михалыч бутылочку забрал у него руки есть он из нее сделать что-нибудь эдакое интересное красивое так вот такой шмурдячок был это и люк откопал был большой колокол видите да какой диаметр здоровый был дальше илюхина нормальная находка которая была очень интересная тем что откопал вот откопал вот такой футлярчик футлярчики находятся вот такие бумажки на которых имеются надписи смотрите ноябрь март май декабрь апрель октябрь и бумажки некоторые слиплись я постараюсь и расклеить интересно то что здесь буковка присутствует ядь и на каждой бумажке имеется надпись число душ 7 7 душ тюбля прилег вот и смотрите видите декабрь душ 7 март душ 7 апрель душ 7 то есть у этого человека который находки мы собрали из дома у него в собственности было 7 душ может вот это наши это наши ребята предположение что что каждый месяц счет и то есть какие-то талоны может быть талоны как я знаю в тридцатые года выдавались с карточки талоны на на хлеб на хлеб до времена царские я бы я говорю просто возможно и в это время тоже было то есть на каждого человека выдавалась какая-то доля и в царское время тоже были голодные времена точные 30 я помню двадцатые тоже был голдомор люди умирали потому что не было просто-напросто зерна по монетам получилось ребят вот так вот очень хорошо царики советики что интересное было отметить могу только несколько вариантов это двушка низкопрофильная хороший бодрый 1856 год чё я думаю 12 штук месяца разные все интересно ну не знаю может быть на несколько лет потому что год ты не указаны видишь года нет там низкопрофильная двушка хорошая тир 6 трешка неплохая 1896 вот дальше все банально копейки двушки вот такая вкусняха была у михалыча это у нас елизавета судя по размеру это деньга 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 дальше что у было еще интересное но 1 2 копейки серебром вот дальше что из крупного с крупного металла 1813 год две копеечки трешка двушка дальше что еще ну пожалуй из такого все вкусняхи всего-навсего одна сребруха у меня оказалось 10 копеек 28 года и у михалыча очередная вкусная монета это копейка 1925 год каждый коп каждый выход мы откапываем такие вкусняхи мечта каждого нумизмата коллекционера копателя а у нас они каждый вы так что все ребят на этом все пока находки зачетные всем спасибо и до свидания до новых встреч а